Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Это реальное время на Финам-ФМ. И сегодня у нас будет такая тема «Есть ли жизнь на Марсе?». Вот в конце концов, когда ты просматриваешь информационную ленту российских новостей, например, связанную с Государственной Думой России, ты понимаешь, что по-взрослому всерьез невозможно воспринимать эту информацию. Я сегодня написал уже, и в общем-то я в этом убежден, что Государственная Дума, благодаря стараниям депутатов Единой России, превратилась из «Мест не для дискуссии» в кузницу по штамповке законов. Причем законов, которые очень сложно проанализировать и понять, для чего они принимаются. Но это тема отдельного разговора. А сегодня у нас на самом деле, «Есть ли жизнь на Марсе?», под Марсом мы будем подразумевать город Москву. Тот город, в котором мы с вами живем. Я надеюсь, что живем все-таки, а не существуем. И, наверное, каждому из нас хочется улучшить свою жизнь. В первую очередь, свою жизнь. Во вторую очередь, соседа. В третью очередь, тех людей, которые нас окружают. И я сегодня пригласил сюда, в московскую студию «Финам-ФМ». Вот один из них настолько кучерявый, что он еле-еле сейчас гарнитуру сделал. Илья Варлавов. Да, добрый вечер. У меня что-то не работает, по-моему, частично. Не, ну мы вас слышим. Отлично. Главное, чтобы мы вас слышим. Односторонняя связь будет. И Максим Кац. Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Напомню, наше средство коммуникации... Вань, ну зайди, да. Сделай гарнитуру господина Варламова, чтобы было у него все отлично. Напомню, средство коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Это все наши средства связи. Значит, вы можете звонить, вы можете писать, как вам живется в Москве, живется ли вообще в Москве. Может быть, знаете, такое проклятое место, где вы делаете деньги и затем улетаете, убегаете, уезжаете и не вспоминаете хотя бы пару дней в своей жизни на рабочей неделе, да. Поэтому пишите, звоните на сайте финам.фм, где-то прямая веб-трансляция, то есть вы можете увидеть моих гостей. Илья, вот вы, наверное, посетили, наверное, все страны мира, скажите мне. Меньше половины. Меньше половины? Слушайте, я вот сижу по вашему блогу в LiveJournal, у меня такое чувство, что везде уже бывает. Нет, ну я просто недавно взял хороший темп, поэтому все еще впереди. А вот так вот, да? Вот эти поездки, они связаны с тем, что Москва надоела? Нет, это связано скорее с тем, что есть огромное желание посмотреть мир и вот пока есть возможность. Поэтому пока возможность есть, я и активно пользуюсь. Как вот на этом фоне позиционируется российская столица? Такое гиблое место? Да нет, что вы, Москва один из прекраснейших городов мира. Так, хорошего начала. Всегда с удовольствием сюда возвращаюсь и по сравнению с другими городами, ну, все в порядке. Все в порядке. Что значит? Хочу понять, что значит все в порядке. Честно скажу, есть места и хуже. Есть. Ну, например, в Африке? Не, ну, в принципе, уровень развития государства, общества, он соответствует уровню городов. То есть ничего такого удивительного нет. И обычно, когда ты приезжаешь в какие-то слабо развитые страны, то и уровень городов там соответствующий. На ваш взгляд, здесь комфортно жить? Жить нет. Не комфортно, но есть все возможности, чтобы эту ситуацию изменить и сделать город комфортным для существования. Потом будем говорить подробно. Максим, а на ваш взгляд, все-таки Москва комфортный город? Ну, я, так как, в отличие от Ильи, не особо путешествовал по всяким непонятным странам. Непонятно где находящиеся, да. Он меня один раз вытащил в Буркина-Фасо, вот я посмотрел. Действительно, по сравнению с Буркина-Фасо, конечно... Все отлично, да. Да, но по сравнению с европейскими и там американскими даже городами, хотя не всеми, Москва, конечно, город очень неудобный. Причем из-за совершенно абсурдных, банальных, там, простых вещей, которые очень-очень легко решить, если за это как-то взяться. Давайте о банальностях поговорим. Ну, например... Пожалуйста, парковка на тротуарах. Это самое вообще... То есть такая бредятина приходила в голову почти всем европейским и американским городам 50-60 лет назад. Они все проходили через этап, когда машин становилось так много в городе, что девать их некуда. И автомобильные лобби давят, и они разрешают парковки везде. На тротуарах, где-то вообще в здании театра парковка была там. Где-то хотели снести какой-то старый там постройки театр, оперу. Это в Детройте. Это в Детройте в здании театра парковка, а в Германии... Или расскажешь нам о любом городе, в подробности, когда он знает. В Германии, во Франкфурте, по-моему, там хотели снести прямо здание Франкфуртской оперы, по-моему, если я правильно помню. Вот именно, чтобы устроить на ней парковку. Везде это вот дело происходило. Мы сейчас наступаем на те же грабли, когда ты идешь по Тверской, и у тебя там полметра проход, по которому 30 тысяч человек идет, и при этом там парковки. Вот это бред, который я просто очень легко взял и изменил, и все. Мне буквально до эфира, за пять минут до эфира, прислал смс к Илье Аяшину, значит, он зафиксировал машину пресс-секретаря нынешнего президента, господина Пескова, которая стояла как-то в неположенном месте, на встречке, да. А мы о каких-то банальностях с вами говорим, да. То есть тут вот власть просто чихать хотела на это все. А мы предлагаем, что это можно решить. Да это невозможно, Максим, решить. Ну, вот это то, что там где-то пресс-секретарь не так стоял, и эти мигалки все, это немножко популистические истории, потому что это имеет крайне малое влияние на общую ситуацию. А на общую ситуацию имеет большое влияние то, что штраф никто не выписывает. Ну, я не знаю, как насчет малого влияния. Люди видят же, что эти могут, а почему я не могу? Ну, это да, но если бы им выписывали штраф за неправильную парковку, то они бы все равно не парковали. Нет, ну, сейчас с первого числа же штрафы подняли, и их даже собираются выписывать. Но пресс-секретарь заплатит три тысячи, ну ладно. Целых три тысячи. А, целых три тысячи. Вы считаете, у пресс-секретаря такая большая зарплата, что вы три тысячи не заметите? Ну, я не знаю, если он себе позволяет оставлять автомобили в неположенном месте. А на ваш взгляд, это решаемая проблема? Максим, насколько я понимаю, через штрафы, да? То есть вы убеждены, что штрафы это позволит? По парковкам есть несколько направлений, но штрафы одной или иной. Нет, ну, возьмем вот наглядный пример с тонировкой. С 1 июля за тонировку начали снимать номера и штраф, да? Сейчас просто, по-моему, все машины в течение, там, недели быстро растонировались, потому что нет первой возможности это правило нарушать. И дело тут... То есть даже я послужу под своим друзьям, были такие самые принципиальные, которые говорили, да я не буду, да я, там, мне, там, меня не касается. Но после того, как их, там, пару раз за день остановили, они, там, заплатили большую, там, взятку или штраф, да? Сразу все быстро сняли. То же самое и с парковками. Сейчас просто физически нет системы автоматической фиксации правонарушения и как-то взимать штрафы. То, что, там, департамент транспорта Москвы планирует вводить вот с этими парконами, когда будет производиться видеофиксация, и эти видеофиксаторы, они будут устанавливаться на общественный транспорт, на уборочную технику, и, помимо этого, будут еще ездить там специальные машины, которые, в общем, потоки незаметны. И когда вот этот вот штраф станет, там, неотвратимым, то люди сразу... Когда все осознают. Да, даже не важно, что он 3000 рублей, он 500 рублей, он даже 100 рублей может быть. Но если ты знаешь, что ты точно заплатишь, ты очень быстро учишь. У меня был, я могу на своем опыте сказать, я когда первый раз приехал в Америку, взяли на прокат машину, приехали к гостинице, и парковаться негде. Ну, улица свободна, парковаться негде. Мы поставили машину, и думаем, ну, сейчас быстро зачекинемся, разместим вещи, через 15 минут отгоним на парковку. Выходим, уже стоит полицейский, и писывает штраф. Думаю, ну, не повезло. Дальше поехали кататься по городу, остановились, нужно было, там, не знаю, там, зубную пасту купить, что-то. Ну, на три минуты на аварийке поставим, выходим. Уже 50 долларов в штрафте выписывают. Все, больше, там, следующий день правил я не нарушал. Ну, то есть, получается, что осознание наказания, в общем-то, влияет на поведение людей. Конечно, неотвратимость наказания независимо от штрафа. Это будет сильно дисциплинировать водителей. Я напомню, здесь сейчас, в реальном времени, Илья Варламов и Максим Кац. Говорим о жизни в Москве. Ваши письма на финал.фм, ваши звонки на 65 10 99 6. Вы знаете, вот мне Москва нравится. Я не так давно здесь живу, всего 6 лет, 7-й год пошел, да, как я переехал в столицу. Я всегда хотел здесь жить. Безусловно, это город с гигантскими проблемами. Вот как мне представляется, самая большая проблема, это, на самом деле, сами москвичи. Я служу по вот дому, в котором я живу. Это достаточно, ну, не рядовой дом, да, прямо скажем. И, тем не менее, сорганизовать людей в этом доме невозможно. Все заняты, все крутые, у всех пальцы, в общем-то, веером, да. А все инициативы заканчиваются тем, что, ну, вы там решите, да, а мы там подтвердим. Вот мне кажется, что ментальность, да, Максим, вот здесь такова, что люди не готовы меняться. Кажется, ментальность совсем ни при чем. Люди не должны этим заниматься. Люди не должны саморганизоваться. Люди не должны этим заниматься? Нет, 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 это не дело людей вообще, это только сверху приходит. Люди могут создать исключительно общественный запрос. Вот люди, если у них есть, вот если у людей есть понимание, что проблема пробок решается строительством дорог, то они создают такой общественный запрос. Она так не решается, только больше пробок становится. Но власть, тем не менее, так как у нас власть такая, какая она есть, она, в принципе, ну, люди запрашивают дорогу, ну, мы будем дороги строить, ну, чего, и строят. Вот людям надо объяснить, что проблема пробок решается не строительством дорог, а улучшением общественного транспорта, решением ситуации с парковками и так далее. Они создадут другой общественный запрос. А как эти запросы формировать? Ну вот, с помощью... Где это должно происходить? Есть лидеры общественного мнения определенные, которые должны людям объяснять, в том числе и власть должна объяснять, что какими-то правильными методами будет ситуация меняться. И когда у людей появится запрос на определенное, на определенное качество жизни, качество городской инфраструктуры, то по-другому быть уже не сможет. Вот смотрите, я буду банальности говорить. А как побудить человека не мусорить, не сорить, не харкать себе под ноги? Поставить урны. Посмотрите на наши тротуары. Я иду, да, я думаю, боже мой, кто здесь живет? Юрий, это очень просто решается. Нет урн, есть мусор. Есть мусор, значит, еще есть больше мусора. Максим, вот вы не курящий человек, да? Я не курящий. Вы не курящий человек. Вы когда-нибудь замечали, вот, окраины наших дорог? Да, там много. Это феерия. Нет, а вы видели у нас уличные? Специально, знаете, вот прям по линеечке. Вот эти бычки, окурки и т.д. Почему так происходит? Потому что нет уличных пепельниц. В других городах есть, у нас нет. Это единственная причина. Это дело не в ментальности. Сделано в том, что идешь по улице, урна нет. Там есть какие-то категории, там какой-то большой мусор, там, не знаю, бутылка какую-нибудь от сока. Люди там готовы долго носить с собой, пока не найдут урну. А вот окурок, они не готовы, они смотрят вокруг, нет урна, и бросил. Из жвачки то же самое. Да, из жвачки. А с жвачки, когда, знаете, вот по шмаком своим так вступишь. Ну вот, проблема эта решается не самоорганизацией людей. Это не то, что люди должны самоорганизоваться и купить пепельницы. Эта проблема решается только сверху. Когда сверху есть понимание того, что для того, чтобы не мусорили, нужны урны, то ставятся урны. Когда сверху есть понимание того, что единственная задача — это обеспечить высокий процент Единой России, а урны — это только чтобы не возникали. Единая Россия, поставь урны. Да-да-да. Занимитесь прикладной темой. Вы согласны, Илья, что все происходит сверху? Конечно. Да? Вы меня удивляетесь. Я-то всегда думал, что все снизу. Оказывается, если все начнет происходить снизу каким-то чудесным образом, то сверху вообще прекратятся какие-либо действия. Илья Варламов, Максим Касс. Продолжим после новостей. 19 часов 17 минут. Это реальное время Финам. Здесь Илья Варламов и Максим Касс. Говорим о житии, бытии в российской столице. Ваши письма на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Ваши звонки на 6510-996, код Москвы-495. Я почему говорю еще про код? У нас теперь, значит, вот надо все эти цифры набирать, да, потому как ранее была другая система набора. Ну вот, господин, я с вами не соглашусь по поводу сверху. Максим, ну, а люди, вот у человека должна же быть потребность, ну, я не знаю, там, чтобы его двор утопал в цветах. Причем я говорю сейчас о многоквартирных жилых комплексах, да? Не, а двор в цветах, это еще ничего. А вот пепельницы на улицах, это вообще никакого отношения к людям не имеет. Абсолютно. Это только мэрия делает. Есть вопросы, которые все-таки зависят от людей, в данном случае от москвичей? Они все зависят от москвичей, они зависят от подхода москвичей к этой теме. Если мы говорим про какие-то совсем конкретные, типа, пепельниц и цветов, то, ну, там, наверное, что-то изменится, но это не такие важные. Есть намного более важные. Например, в каком направлении, вот мы так немножко нырнули в парковке, а ведь парковка — это маленькая часть большой-большой темы. В каком направлении развиваться городу? Развитие автомобильного транспорта или общественного? Что города все, там, вот, европейские с этим сталкиваются, американские, 56 лет назад доходят до уровня автомобилизации 350-370 машин на тысячу человек. И те города, которые не построены для того, чтобы, вот, там, хайвей ездили, то есть, которые, там, плотные, там, ну, застраивались давно еще под лошадей, там, они затыкаются, не хватает места. Получается, что огромные пробки, некуда парковаться, и все. Есть два пути попытки это как-то развивать. Значит, во-первых, строить огромные эстакады, расширять, там, сносить дома, и расширять город вширь, и делать, как в Америке, там, Лос-Анджелес, там, пытаться делать большие, там, широченные дороги. Тогда теряется вообще вся городская среда. Когда на вертолете там поднимаешься, это, конечно, впечатление вообще сногсшибательное. Это нечто, да, то есть, вот, просто, да, многокилометровые... Многокилометровые вот эти вот, как-то они называются... Хайвей? Нет, там это называется у них как-то спрол. Спрол. Спрол, да. Вот, это малоэтажная застройка и очень много дорог, и по ним относительно хорошо ездят. Ехать все равно до... То есть, если сейчас мы едем полтора часа в пробке, то они едут полтора часа без пробки из дома на работу. Тем не менее. Это один вариант. Это один вариант. А второй вариант, это европейский. Это, значит, развитие общественного транспорта и вообще альтернативных, более эффективных в плане затрата площади способов перемещения по городу. То есть, в машине один человек занимает, там, два квадратных метра на парковке у дома, два у работы еще едет. А, например, в трамвае, там, 200 человек едут на той же территории, на которой в машине едут два. То есть, вы предлагаете развивать общественный транспорт? Значит, общественный транспорт, как наземный метро, там, наземные трамваи, там, выделенные линии, выделенные трамвайные линии, а велосипедная инфраструктура, при этих словах все начинают сразу кричать, что у нас это невозможно, у нас это не так, возможно. Велосипедная инфраструктура, пешеходная инфраструктура удобная. То есть, там, площади городские, городские улицы, в котором безопасно, приятно ходить. Лучше надо перестраивать, переделывать. Ничего не надо переделывать. Пере-пере, нет? Вот, вот, пере-пере, это, чтобы дороги строить. Вот это, да, это надо разносить полностью районы, там, вообще строить, там, шоссе. Что маловероятно? Ну, делают, как же. Вон, сделали же Ленинградскую, Звенигородскую, там, эти бесветофорные шоссе. Сейчас там еще хотят. Я не хочу на общественном транспорте передвигаться. А, значит, потом, когда это все придет к какому-то равновесию, определенное количество людей будет ездить на удобном общественном транспорте, определенное количество людей будет ездить на дорогом автомобильном транспорте. То есть, это будет дорого. Ехать из дома на Тверскую, парковать там на целый день машину и ехать потом обратно, это роскошь. Это не нарушение моих прав, дарованных Конституцией Российской Федерации. Вот многие думают, что парковать свою машину где угодно, насколько угодно времени бесплатно, это неотъемлемое право. На самом деле, это не так. Это роскошь. Ты должен платить за это много денег. То есть, передвигаться, подождите, по мнению Максима Каца, передвигаться на личном автотранспорте в таком городе, как Москва, это не право, это роскошь, за которую надо платить. Да, да. И это, смотрите, если это не регулируется деньгами, то это... По спорте и не согласитесь. Ну что ж я-то оппонентом сейчас буду выступать. Вот сейчас это не регулируется деньгами, ничего не стоит. Это регулируется пробками. То есть, люди, когда уж им некуда, нету пробки, некуда ехать, они идут в метро. Это должно регулироваться деньгами. Должны ехать без пробок те, кто готов за это платить. И ехать на хорошем, только не на таком, как у нас сейчас наземный общественный транспорт. На хорошем общественном транспорте те, кто много платит за передвижение на машине, не готов. Я даже больше скажу Я спорить не буду Я усугублю ситуацию И скажу, что должно быть не только Поездки на работу И на личном транспорте дорогими От самовладения машиной Начиная от парковки во дворе Вот у нас во дворе все парковки бесплатные И люди, они считают, что если они машину купили То им обязательно нужно в 10 метрах от подъезда Ее где-нибудь бросить Естественно, бесплатно, да Потому что единственная трата на автомобиль В России, это покупка Еще очень неохотно, с большим значением, страховка Обязательная страховка, там 5000 рублей Это просто ужас-ужас И бензин еще И бензин, который все тоже очень возмущается Очень дешевый при этом Они сговорились, господа слушатели Заплатил миллион рублей за машину Смог заработать, взял в кредит То все, больше он денег тратить никак не должен А 80-90% городской инфраструктуры Они не приспособлены на такое количество автомобилей То есть если взять все старые районы И даже новые тоже сейчас строятся Потому что строятся по старым нормам, еще по советским Они не приспособлены под такое количество машин И то, что там на самом деле происходит У нас исчезли дворы То есть пойти, как раньше люди могли выйти во двор Не знаю, у меня есть двор У меня есть двор Кому-то везет, да А что там в нем у вас есть? Детские спортивные площадки, стадион Стадион у вас есть? Это у вас хорошо, да А большинство дворов исчезло Большинство дворов исчезло И сейчас, когда людям говоришь, что нужно Ну, возьмешь, взять пример Японии Где ты не купишь машину, пока у тебя нет гаража Ну, Япония там, понятно, немножко по другим причинам То есть первичный гараж, а вторичная машина Конечно Пока у тебя нет места, где ты будешь хранить машину Ты не можешь купить саму машину Я рад, что я не в Японии живу А там, если взять практику Сингапура То там нужно покупать лицензию на право владеть машиной Которую разыгрываются, продаются на аукционе То есть если в какой-то год очень много желающих ездить на машине То это будет или очень дорого Или тебе придется там от этого удовольствие отказаться Так, подождите, я вот с этого момента поподробнее То есть в Сингапуре для того, чтобы передвигаться на личном автотранспорте Нужно выиграть аукцион Дать более высокую цену городу, чтобы В Сингапуре самое, наверное, дорогое вообще владение машиной в мире Потому что помимо там огромной налоги То есть Toyota Corolla там, по-моему, под 100 тысяч евро стоит Слушайте, ну это же вот такой вот пятак Ну, там это вызвано отсутствие места Там это вызвано отсутствие места Но, в принципе, если рассматривать Москву У нас места побольше, но тоже мало У нас места много Нет, у нас мало Москва это тот же самый Сингапур Потому что никто не хочет жить там даже в ближайшем Подмосковье Это уже не круто Это все живут в Москве Вот Москва это наш маленький Сингапур Который должен жить тоже по каким-то своим законам Где, ну, пора понять, что места там всем не хватает Поэтому, если даже вспомнить, в советское время У всех был гараж Никто не покупал машину Все равно думали, где хранить машину Потому что понятно, что тогда это было вызвано другими причинами В первую очередь боялись там то, что Остаешь в воде, у тебя снимут дворники, колеса и все остальное Но, тем не менее, у человека в голове было представление Что перед тем, как купить машину, нужно подумать, где ты будешь ее хранить Сейчас, когда стало относительно безопасно Уже там колеса, дворники там практически никто не снимает У человека такой потребности нет Сейчас, когда начали строить гаражи Вот, ну, интересная тоже ситуация Место, вот, так называемые, там, народные гаражи Ну, во многих районах они появились Там у меня в районе появились Там стоит, там, 500-600 тысяч стоит место В принципе, там, с экономической точки зрения Ну, достаточно такая, может быть, завышенца Но она не какая-то фантастическая То есть, там, цена строительства дорогая, земля дорогая И по сравнению с машиной, купить гараж за, там, полцены машины Проблем никакой нету Но, я помню, там, в одном ряду чуть ли не какие-то народные бунты были Что, ох, какой нам сделали дорогой гараж Ну, давайте нам гаражи еще бесплатно все раздавайте Раз выходить, чтобы мы машины хранили в гараже Подземные гаражи бесплатные еще все хотят Было такое дело А другая часть людей, которые машинами не пользуются Они тихо молчат и ничего не говорят То есть, вот, мы слышим голос только автолюбителей Которые активно лоббируют свои права Они возмущаются, они, там, перекрывают дороги Они устраивают автопробеги А пешеходы, которые, там, 80 процентов Что вы так взъелись на автомобилистов, а? 80 процентов дворов нету, просто отсутствуют тротуары Потому что все паркуются на тротуарах Можно прийти абсолютно в любой двор и увидеть Да, это не проблема автомобилистов Это проблема городских властей Которые, простите, визировали вот эти все проекты, да? Подождите, вот, если я сейчас беру себя как пешехода Хотя у меня тоже есть машина, да? У меня тротуар, это моя территория Это правда То, что у вас, то, что у вас нету Это все равно, что, по такой же логике, можно сказать, что Если у вас в доме нет мусоропровода Вы будете мне на балкон складывать мусор И говорить, что это проблема города, да? Это проблема города, да? Ну, хорошо, вот эта проблема автолюбителя У автолюбителя есть дорога Вот пусть они в рамках этой дороги Они, там, паркуются, там, друг на друга, я не знаю Но они же, там, ставят на детские площадки На газоны, на тротуары И вот эту проблему Как-то и решать надо Нет, а у нас очень легко Вот в моем дворе решено Столбики стоят, знаете, вот такие, да? Не заедешь, да? У вас какой-то двор прямо, я не знаю, где вы живете Я вам за эфиром скажу У вас двор какой-то супердвор Но при этом стадион у нас, действительно, он не чей-то, да? Он принадлежит муниципалитету Каждое утро я с детьми, значит, там наворачиваю круги Ну, вот конкретный проект Такого нет, в Москве такого не бывает Ну, как не бывает, вот, это же есть Ну, это редкость, это у вас попало Это исключение А, как правило, этого ничего нет И, как правило, все тротуары заняты автомобилем Я думаю, сейчас все наши слушатели, они узнают сейчас свой двор И понимают, какая там ситуация Илья, так вот, все-таки Вот господин Кац какие-то экстремистские вообще предложения вносит, да? Значит, передвижение наличного в транспорте, роскошь Вы с реальной точки зрения что бы сделали? С реальной точки зрения я бы... Потому что экстремизм господина Кац, он ни в какие ворота Я бы убрал такое понятие, как бесплатная парковка вообще в городе То есть даже если ты оставляешь машину во дворе, ты должен платить деньги Вот я бы так не делал Вы поменялись теперь так То есть за это заплатил? За пределами третьего я бы во дворах ограничил бы сильно То есть не как сейчас 80% для парковки, а 20% для людей Я бы там 30% территории во дворах можно выделить для бесплатной парковки И какие-то пустыри в радиусе 500 метров от домов Для жителей даже вот то, что сейчас планируют внутри у нас с 2013 года Планируют внутри бульварного кольца сделать платную парковку Для жителей все равно там квоты То есть жители они паркуются бесплатно У них там есть свои будут талончики Это нормальная практика Когда я говорю, что платная парковка во дворах Это там не 100 рублей в час Это там чисто символичка платы Но человек должен понимать, что если он просто покупает машину Которая будет весь год стоять Потому что ему удобно, она стоит у него под окном Он за это какие-то деньги платит Я сейчас запущу смс-голосование У меня было предложение по смс-голосованию, Юрий Можно такое, что вы за развитие Москвы По направлению развития общественного транспорта или автомобильного? По американскому направлению Я сейчас буду давить на слушателей Вы же знаете, как надо правильно проголосовать этот вопрос Он уже манипулирует сейчас По американскому направлению Госдеп, да, Госдеп Вот он уже, уши Хиллари Клинтон Вот они Автомобильный или общественный транспорт Ну как бы такое, общественная пешеходная инфраструктура Велоинфраструктура, вот такая история Значит, если вы поддерживаете идею о том, что надо развивать общественный транспорт Ну, обобщим, да? Вело там, все Первую очередь Общественный автомобиль Пусть метро там и так далее Вот тогда на 55.33 смс-сообщение с буквой А Ввести тотальную плату за парковку Да, это мое добавление такое Вы же знаете, как надо проголосовать 55.33 смс-сообщение с буквой А Поддерживайте экстремистский призыв Максима Катца Депутатом униципального собрания Щукина Водипуляция голосования А, безусловно, безусловно Как там у нас там? Поведение, Юрий Поведение, поведение Поведение, да, поведение Соблюдайте регламент Нет Либо второй вариант Личный Развитие личного автотранспорта Постройка эстакад Магистрали И Тогда 55.33 смс-сообщение с буквой Б Расплывание города на большей территории 55.33 смс-сообщение с буквой Б Да уже Отчет ваш ум Именно ваш голос Может стать решающим Мы работаем в онлайне Поэтому вы слышите и господина Варламова Пока идет заставка Еще раз Значит, вы поддерживаете идею развития общественного транспорта В нашем с вами городе, в Москве 55.33 смс-сообщение с буквой А Нет Вы поддерживаете развитие Личного Автотранспорта Да, значит Вот комфортно Вот представьте Сейчас жара Духота Да А вы так садитесь в свой автомобиль Там работает кондиционер Приятная музыка Вы слушаете Финам ФМ Все замечательно Да Где вы в общественном транспорте Это будете слушать? Нигде Хотя я сейчас, я знаю Кстати, автобусы оборудуют Да, по-моему, кондиционерами Да, пытаются Ну да, так да Общественные транспорты Не наши текущие автобусы и трамваи А вот нормальные, настоящие Как в Европе трамваи Как тренд такой, да Тогда Еще раз Автотранспорт 5533 СМС-сообщение с буквой А За личное автотранспорта 5533 СМС-сообщение с буквой Б Идет голосование Сейчас снова 19.32 Это реальное время Финам ФМ Здесь Илья Варламов И Максим Кац Они поспорили Внимание На итоги СМС-голосования Попробуйте неправильно проголосовать Так Еще раз напоминаю Если вы поддерживаете идею развития Общественного транспорта Если вы разумный человек Вы достичь за давлением Эфирно Это давление и манипуляция Аудитории Финам ФМ Если вы разумный человек По версии Ильи Варламова Значит вы за общественный транспорт Тогда 5533 СМС-сообщение с буквой А Если вы предпочитаете Передвигаться В качественном автомобиле С приятной музыкой С девушкой своей любимой С приятной музыкой Радиостанции Финам ФМ Когда ваша бабушка стоит Стоит По тейм-сообщению Зачем вам этот общественный транспорт Если вы за все-таки Личный автотранспорт То 5533 СМС-сообщение с буквой Б 5533 СМС-сообщение С буквой Б Все остальные На букву А Юрий Вот шутками Например Вот в Лас-Вегасе Два там Молодых там Школьника Хотят пойти в кино Вот одного мама Привозит на машине В кино Другого папа Дети пошли в кино Родители в кафе Потом эти раз Этих развезли Потому что невозможно Передвигаться по городу Без автомобиля Вообще никак По автомобильному Потому что Общественный транспорт Не работает Оно слишком раздвинут И пешком Не пройдешь Слишком далеко И никак не получается Перемещаться Это серьезная история Тут еще важно заметить Что Надо было конечно сказать Перед голосованием Оно же еще идет голосование Идет Идет Я его остановлю Когда получу нужный результат Что первые Кто заинтересованы Развитие общественного транспорта Это автолюбители Потому что Как только будет нормальный Общественный транспорт Это уменьшатся пробки Они получат свой Долгожданный комфорт Пусть он будет стоить Каких-то денег Но Большинство людей У кого нет Крайней необходимости И пользуются Личным автомобилем Они пересядут На общественный транспорт Освободятся дороги Поэтому Те кто По ошибке Проголосовал За автолюбители Они еще могут Отдуматься И отдать все-таки Свой голос Вот смотри Сейчас 19.34 До 19.36 Еще две минуты Вы голосуете Не хотите ставить просто Надо разводить Общественный транспорт Илья Варламов Пытается воздействовать На вас Раздавить ваше мнение Собственным авторитетом То тогда Я напоминаю Кто за личный автотранспорт Кто на 55.33 СМС Сообщение с буквой Б Не слушайте их Не слушайте Вспомните Как замечательно Ехать Передвигаться И даже толкаться Когда рядом Любимая женщина Да где вы с любимой Женщиной в трамвае Там будете Так вот Лично Автотранспорт 55.33 СМС Сообщение с буквой Б Но все-таки Если вы за развитие Общественного транспорта В Москве Тогда 55.33 СМС Сообщение с буквой Б У вас всего одна минута А Буква Все на букву Б Все на букву Б Буква Еще одна минута Вы голосуете И затем я останавливаю Максим Но кроме этой проблематики Что еще на ваш взгляд Ведь вы Я так понимаю Запустили городский Городской проект Это называется Городские проекты Ильи Варламова и Максима Кадз Но мы там сейчас Сосредоточились на проблематике Пешеходной инфраструктуры Потому что если в городе Плохая пешеходная инфраструктура То вообще невозможно Хорошая городская среда Невозможно развитие Общественного транспорта Ничего Поэтому мы сделали Вот сейчас два проекта Один из проектов Это мы стоим на Тверской И считаем счетчиками Сколько там проходит В день людей И в итоге получаем результат Что в день пешком идет Там 30 тысяч человек По тротуару А паркуется На этой же территории 60 машин И вот мы получаем Что две трети тротуара Используются для парковки 60 машин А одна треть тротуара Используется для прохода 30 тысяч пешеходов Вот это явная проблема В пешеходной инфраструктуре Ну и вообще вот Там еще много Есть всяких тем Как должны выглядеть площади Чтобы на них было удобно Людям проводить время Чтобы они Да я остановлю Илья Вы не волнуйтесь Я же жду результата Который должен Получить Чтобы они могли Там на площадях Проверить время Там были Какие-то там Бесплатные вайфай Удобные стульчики Там кафе И так далее То что говорят Город для людей Только не в интерпретации Мэрии Что город для всех И для этих И для этих И для этих И для этих Город для людей Короче В чем принципиальное отличие Вот подход вашего Или Варламова Максим Акацца От того что говорят Чиновники Или Максим Да Если я То чиновники Говорят Это Максим Кац Кто еще По голосу не узнает Чиновники говорят То что от них Хотят слышать То что они говорят Не имеют ничего общего С тем что они делают То есть Они могут 25 раз заявлять Что Москва для людей Мы будем так все развивать А потом они разрешают Парковки на тротуарах Потому что им Это политически сейчас лучше Будет политически лучше Запретят А не запретят Это совершенно Ни о чем А мы делаем то что нам нравится То что нам кажется правильным Это последовательная Такая позиция Мы никак У нас нет никакой личности Заинтересованности Это интересно И мы это делаем Причем Очень интересная была Ситуация в Омске Когда мы туда пришли С программой Омс город для людей Потом начали читать Программу всех кандидатов И каждый кандидат Начинает Омс город для людей И поэтому мы будем Строить новые развязки И риторика там Абсолютно противоположная То есть То что они предлагают На самом деле Ну к городу людей Отношения никого не имеют Но они заявляют Эти там пафосные Громкие лозунги А дальше мы там Будем строить больше развязок Мы там будем больше Там убирать газоны И так далее И так далее Это такое Тупое разводилово называется Правильные слова А по факту Да Ничего не происходит А по факту Процент Единой России обеспечить Главная задача мэрии Вообще Вот у меня такое чувство Что В реальном времени Я постоянно пиарю Единую Россию Да Вот просто пиарю Уже до безобразия И вот сейчас Максим Кац продолжает Эту традицию Это тренд Каждому москвичу пришло письмо От Сергея Семеновича Собянина Каждому москвичу пришло письмо Все в срок Оперативный И так далее То есть это сколько Надо было расстать писем Сколько денег надо было потратить На это Это же не рубль 20 А когда нужно Сделать какие-то элементарные вещи Провести кит-исследование Там Посмотреть там Как это решение Отразивало Мы же с чего начинаем Да Мы переднем Что-то предложить В рамках городских проектов Мы проводим исследования У нас работают там Десятки волонтеров Работают овщукина Мы считаем людей Считаем машины Мы считаем что они делают Эти люди Да Мы проводим какой-то анализ То есть это носит Крайне прикладной характер Вот История с пепельницей Мы сказали У нас там один из проектов Установка пепельниц на Тверской Мы Совместно с студией Лебедева Разработали дизайн этих пепельниц И сейчас хотим На Тверской повесить Но перед ним Как их повесить туда Мы проводим сейчас Исследование Как сейчас себя ведут люди Как они кидают бычки Чтобы потом посмотреть Как изменится их поведение В случае Если у них будет возможность Соблюдать правила И будут эти пресловутые пепельницы И после этого Можно будет о чем-то говорить Там Помогают Эти пепельницы Не помогают У нас люди такие Может быть у нас на самом деле Окажется что Дело не в мусорках А вот люди такие Что вешай не вешай Они вот принципиально Не будут попадать туда Вполне возможно Вполне возможно Да Но тут подход там Немножечко другой Ну а вот В части реализации Как вы намерены Обходиться Со своими городскими проектами Это большая интересная тема Давайте просто голосование Нет Я на самом деле уже знаю Я же просто Вы согласите результат Куда уже интересно Кто Огласите Кто из вас выиграл Спорт Да Выиграл Господин Варламов Ого 70-30 Сейчас я Сейчас открою 63-96 на 36-04 Ну примерно 64% за общественные транспорты 64% за общественные транспорты Вот это Это аудитория Финамофм Максим Евгеньевич Он проспорил мне сейчас Ужин Я очень рад что Я тоже очень рад на самом деле Вот вам и совестно Слушатели Финамофм Еще небось Все из машин Голосуют Да Это говорит о том Что очень хорошая аудитория Для ваших рекламодателей Это хорошо Про внедрение То есть вот итоги СМС голосования Еще раз Значит 63,96% Проголосовавших Слушателей Финамофм Считают что необходимо В Москве развивать Общественный транспорт 36,04% Слушателей Проголосовавших Считают что надо Развивать Личный транспорт Вот понимаете Ну разочаровали вы меня Вот разочаровали вы меня Да Господа Но тем не менее У нас здесь чуровщины нет Да Вот такого волшебства Не происходит Вот как проголосовали Такой результат И все-таки Максим По поводу реализации Значит По поводу реализации Вот как обычно Принято Пытаться добиться Реализации Какого-то проекта Приходит какой-нибудь человек Говорит О, мэрия Все, тут детям гулять Негде Как же, чего же Давайте тут нам Все делайте как надо Пожалуйста Человитное Мэру Просим Ну вы же сами сказали Все сверху Да Но не Это есть разные подходы Мы будем делать Совершенно не так Исследование Потом пригласим Какого-нибудь специалиста Из-за границы Чтобы он посмотрел Все ли там мы нормально Наисследовали А может нашего найдем Наших с городскими темами Не просто Потом сделаем Книжечку Где все это исследование Опишем Печатаем 20 тысяч Или 10 тысяч экземпляров И раздадим людям На улицах Которые пользуются Этим пространством Да Создадим таким образом Общественный запрос На это изменение И потом уже пойдем в мэрию И будем говорить Слушайте, мэрия Вот мы исследовали Вот специалисты Говорят так Вот 20 тысяч человек Об этом знает Давайте делайте И это уже не челобитное Тут уже отвертяться трудно Вот у нас подход будет вот такой Не так, что мы просим Вот первая тема будет Это пепельница Или иначе У нас Вот через этот механизм Нет, у нас Пепельница другой механизм У нас, во-первых, принципиально другой Ну, механизм Это просто другой подход И мы там Большинство наших проектов Которые можно Мы будем так и делать Мы не будем никого просить Ну, просто с другого конца Мы заходим У нас несколько проектов Это Пепельница Это такой относительно маленький Который мы делаем самостоятельно Без участия жителей Мы его там Сами финансируем Это наш отдельный проект Из крупных у нас Проект по Тверской улице Мы будем предлагать Изменения по Тверской улице Такой, ну, какой на наш взгляд Она должна быть И проект по Щукино Где вот Максим Депутатствует Максим Муниципальный депутат Он пользуется Служебным положением Своей властью Он выбрал почему-то Именно район Чухина Для исследования И мы будем делать Наверное Лучший район Москвы Правильно? Понятно Это заявка На нечто большее Просто депутатство В муниципальном собрании Это два таких Крупных проекта А дальше это очень понятно Мы на это реагируем Хорошо реагируем А реагируем? Пока непонятно Мы еще ничего не принесли Кстати, по поводу реакции Очень интересно На Пепельницах Мы их уже не повесили Но Там уже такая Жаркие споры Внутри правительства Москвы И очень интересный ответ В префектуре Когда мы анонсируем Что мы хотим установить пепельницы Журналисты позвонили В префектуру ЦАУ И спросили Как они относятся к тому Что какие-то активисты Поставят вам здесь пепельницы На что Сотрудники префектуры ЦАУ Они очень смешно ответили Что Ой, конечно Кошмар, ужас Мы никому это не дадим Это что такое Самоуправский Пепельница И сюда заложат бомбу И вообще ужас Но Мы Ответили они Но Мы очень рады Что молодые люди Проявляют такую инициативу Что они Борются за чистоту Это так прекрасно Конечно Мы этих ребят не бросим И в качестве помощи им Мы им выдадим Оранжевые спецодежды И пусть они метут улицу Раз хотят Раз хотят помочь Чиновники ЦАУ Очень креативные люди Тут серьезно Если мэрия это примет Все Потому что это объективные Понятные факторы Понятные любому Мы их будем так излагать Что всем будет понятно Мэрия примет Ну ладно Обратная связь уже есть Вот вы говорите Вы общаетесь с москвичами Если мэрия не примет Эту историю Значит пойдем Выиграем выборы мэра И будем Сами это реализовывать В 15-м году Это так работает Вот оно Вот оно Вылезло Наконец-то Ради чего Это все затевается Это не ради этого Но это может получиться Или пойдет Какой-то другой кандидат Ведь это как происходит В Нью-Йорке Шел как раз Кандидат Который говорил Что я буду там развивать Город там Больше для пешеходов Для велосипедистов Пришел Закрыл Таймскуэр Там И теперь он пешеходный Ну и здесь Должно идти два кандидата Один с такой Допустим программы Другой с такой Так и будет У нас будет Программа Единая Россия Кстати власти В Москве решили Никольскую Сделать пешеходный Да я знаю Максим А обратная Эта связь есть Вот собственно С обычными москвичами Они как реагируют На общение Вот ваши волонтеры Да вот я это понимаю Волонтеры прекрасно Приходят куча молодых людей Говорят да давайте Ходят считают людей Там и В общем знаю Много людей прислало Деньги Организации пожертвовали Мы собираем С организаций там пожертвовали Да 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 Миллион рублей нам пожертвовала Одна организация Там другие есть Другие суммы Там это рекламный кит Спонсоры Люди жертвуют Люди приходят делают Есть Людям это конечно Очень нравится Обычные люди Которые не так заинтересованы Не так читают наши блоги Мы с ними пока не знаем Как они к этому относятся Потому что мы пока не Сделали в понятном формате Буклет Сделаем Сроки Как думаете Когда это будет К сентябрю К сентябрю К осени да Мы продолжим наш разговор С Ильей Варламовым Максимом Мукацем В реальном времени На финам.фм После краткого выпуска новостей Сразу за ним Код Москва 495 И ваши письма На финам.фм Там же идет и Прямая веб-трансля 19.46 Это реальное время Меня зовут Юрий Проненко Напротив меня Илья Варламов И Максим Кац Говорим о жизни на Марсе А точнее о жизни В нашем с вами Городе В городе Москва Да 65 10 99 И 6 Код Москва 495 Финам.фм Это наше средство Связи Оставшиеся 14 минут Мы проведем В таком интерактивном Режиме Артем спрашивает Илья Максим Расскажите пожалуйста Есть ли у вас планов Продвигать ваши городские проекты В регионах Мы тоже хотим Современные лавочки Пепельницы и остановки Липецк Артем из Липецка По поводу региональных Представлений Очень много вопросов Это я машу Нашему звука Очень много вопросов Не обращайте вообще На меня внимания Как будем делать Если в регионах В каком-нибудь городе Даже в Москве Если есть активисты Которые разделяют Нашу точку зрения Они готовы работать Готовы что-то предлагать У них есть реально Хорошие проекты Они могут эти проекты Предложить нам Причем этот проект Должен быть на 90% На 80-90% Должен быть готовым Не то что мы хотим Сделать велодорожки Это не проект Да это не проект Это идея Если есть какие-то Уже готовые проекты Мы с удовольствием Готовы их поддержать Команды готовые Да если уже есть там Как команда Если они готовы Собрать волонтеров Может каких-то спонсоров Привлечь То есть мы готовы Поддержать Любой хороший проект Который мы разделяем Оказать там Пиар поддержку Юридическую поддержку Дать совет Там куда-то направить Но тем не менее Инициатива должна быть Конкретно Из того места Где это будет реализовываться Конечно Запрос на изменения Должен быть от местных активистов Если они есть Они могут нам писать Присылать свои проекты И именно проекты А не идеи И мы будем их рассматривать И с удовольствием Поддерживать Хорошее начинание Пока с одним городом Есть такой контакт А с Сомском конечно Добрый вечер В эфире Как вас зовут? Здравствуйте Меня Юрий зовут Я просто вот Только что буквально Вернулся из Италии Где я проехал Там 2500 километров На мотоцикле Я вот хотел задать Вопрос По поводу Как Общественный транспорт Велосипеды Но там В том числе Очень много людей Ездят Которые на мопедах На мотоциклах Да и как вот Илья К этому относится Например И что вообще думают По поводу развития Вот То есть Ну как бы Личного такого Мото Мопеда Транспорта Да спасибо Ну Мотоциклы и мопеды Они у нас идут Наравне с автомобилями Поэтому И развиваться они будут Наравне с автомобилями Ну конкретно По поводу мопедов Я к ним плохо отношусь Потому что Надо Вводить 100% Какие-то права Ограничения Потому что сейчас Молодежь там в 14 лет Относится по дорогам общего пользования Не зная ни правила Ничего Но это немножко Неправильная ситуация Но к мотоциклам Я тоже отрицательно отношусь Потому что У меня нет ни одного друга Кто есть на мотоцикле И кто там Не лежал в больнице Я вот К сожалению Не хочу никого бить Я не понимаю этих людей Я далеко Но я не вижу У них никаких проблем Для меня Мотоцикл Это автомобиль Не надо к велосипедам Приравнивать Александр пишет Комментарий по поводу Бычков и отсутствия урн Обратите внимание На такую же проблему В Германии Где урны можно стоить На каждом перекрестке Тем не менее Бычки тоже красиво валяются Хотя и в не таких количествах Аккуратными линиями Поэтому мы проводим исследования Чтобы посмотреть Я обращаю внимание Александра То есть Илья допустил Он допускает В самом начале Мы оговорились Что не факт Что исследования покажут Или установка тех Может вообще никто Не будет им пользоваться И признается в ошибку Потом у нас же нет задачи Вообще полностью Избавиться от бычков У нас есть задача Улучшить ситуацию Малой кровью С чего-то начать вообще Добрый вечер Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий Вы знаете У меня вот Весь ваш разговор Подвинул к такой мысли Летом конечно Проблема с проками существует Но все-таки Очень часто люди Уезжают за город Но она так Не стоит остро А вот зимой Вопрос возникает Встает ребром И именно потому Что Последние годы Вот Как Лужков придумал Сыпать реагенты Так В Москве Москва Зимой превращается В кучу грязи Все об этом знают Все автомобилисты против Ну С кем я не разговаривал Все друзья Все знакомые Но до сих пор Эта проблема Почему-то не поднимается То есть В свое время Пропиарили этот Момент И при Лужкове Когда пришел Собянин Все равно продолжали Это дело использовать Хотя все прекрасно Понимают Вред этого И для экологии И для эстетики Тут масса вопросов Да Спасибо Максим Кац Тут очень просто Вот ко мне Я теперь депутат Ко мне часто приходят жители И рассказывают о какой-нибудь проблеме Вот примерно в таком же формате Слушаю Типа вообще Дерево там Плохо растет Берете лист бумаги Пишите Собянин ОСС Я житель такой-то Предлагаю Не сыпать реагент А сыпать что-нибудь другое Подпись Да-то пошло Эта бумага Начнет ходить по инстанциям Ее там начнут изучать Вам обязательно пришлют ответ Если придется Сто таких бумаг Так вообще там Начнет заседание сидеть Там решать Что с этим делать Это реально действительный способ Но это на самом деле Это целая проблема То есть Я только не Я только не очень понял Какая связь между реагентами И пробками Я тоже не понял Но неважно Вот если вы хотите решить Какую-то проблему Это другая проблема Но это проблема Берете Самое главное Не рассказывайте об этом на кухне Не рассказывайте об этом мне Не рассказывайте об этом в эфир Берете лист бумаги Собянин ОСС Прошу реагент не сыпать И кстати Самое удивительное Во всех этих письмах Что во-первых Если по почте не потеряется письмо Власть обязательно отвечает И вам отправить Большинство инстанций Чтобы обратиться Можете делать через интернет Займет там 3 минуты А вам будут приходить Красивые письма Там на гербовой бумаге Притом они не просто письма Я же сейчас залез в систему Они не просто письма Они сидят, думают Спрашивают руководителя департамента Если много писем Собирают заседание Это реально происходит чего-то Так что берите и меняйте все Пишите письма Берите и меняйте все Я согласен И в защиту Лужкова Это действительно реально Не надо нам сюда заявлять Что это плохо Сами меняйте За счету Лужкова Которого сейчас все обижают Я слышал Ярмарку меда закрыли Вот сказали Что не будет больше ярмарки меда Ни в Манеже Ни в Коломенском Все По поводу реагентов Это не Лужков придумал Сыпать реагенты Реагенты сыпят во многих странах мира И вот я прошлой зимой Приехал в Лондон И меня вот очень удивило Что выпал малейший снежок И все тротуары Были засыпаны Причем не нашими там Милыми реагентами У нас уже научились там Подбирать какую-то такую смесь Чтобы А там просто горы Какого-то непонятного Серо-зеленого Какого-то соли лежала Которая там просто шипела И такого количества То есть когда-нибудь в панике Все засыпали этой гадостью И я вообще редко В Москве бы Просто бы Мэрию сожгли бы после этого Нет, Максим На самом деле Очень важно То, что слушатель Дмитрий дозвонился Вы предложили конкретный вариант Решения вопроса Засыпать мэра Собянина Да, да Требованиями Любыми Вот по реагенту, пожалуйста По обычной Свободной Письменной форме Да, да, да Мы его сейчас засыпали там По поводу дороги строящейся Действуют очень сильно По поводу писем Очень хороший способ Писать себя президенту Потому что Если не знаете куда написать Написать президенту Оттуда перенаправят куда надо Потому что если вы напишите в мэрию И напишите не тому На низком уровне Мэру, мэру Мэру Москвы Сергею Собянину А когда пишут президенту Мы просто раньше писали А можно так Мэру Москвы Сергею Собянину Копию президента А они сами перенаправят письмо Куда нужно Да, да Везде сидят в канцелярии Куча людей с этим работают Эти письма Как вы сказали Думают Да, да Многие думают Что это все выбрасывают Ничего не так Это никто ничего не выбрасывает Все это рассматривают Это очень все идет Это очень действенный метод Не зря Кац внедрился в систему Стал депутатом Муниципального собрания Да, да, да 651099.6 Финам.фм Наш средство связи Илья Варламов Максим Кац Здесь сейчас в реальном времени Вы в эфире Как вас зовут? Добрый вечер Алло Алло Да, как вас зовут? Меня зовут Павел Город Калининград Вы в эфире, Павел Да У нас без предмодерации Вы сразу в эфир попадаете Да, хорошо Слушаю вас Алло Да, да, говорите Ну, я хотел задать вопрос Максиму Кацу Да, давайте Он с вами уже общается Слушаю А, Максим Город Калининград Павел Максим Я вспоминал Ну, я смотрел Твои покерные воды Максим Сделай покерный Вот по городской инфраструктуре Расскажи, как чего делать Расскажи Потому что Одной инициативы маловато Да, спасибо Сразу надо сказать Что такое покерный вод Из Калининграда люди звонят Узнав, что Кац на финал Подставной какой-то звонок Покерные воды Договорился Договорился Покерные воды Это когда сидишь И записываешь Как ты играешь И рассказываешь Чего ты делаешь И как Это вообще-то хорошая идея Никак не связана с покером Записывать всякие разные фильмы И рассказывать, чего и как можно делать И мы это собираемся с Ильей делать Но это все Как бы Нам немножко надоело Сейчас вынимать из кармана Всякие большие тысячи рублей И делать всякие проекты То пепельницы купим То в Омск сгоняем То еще что-нибудь Поэтому мы сейчас вот Думаем, как нам зафинансироваться Ну, вроде есть Так, идем дальше Добрый вечер В эфире Алло Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Сергей Я бы хотел сказать следующее Мне кажется, что вводить плату за все на свете Много ума не стоит Я бы хотел задать вопрос гостям Что они думают по поводу Что делать с нашими доблестными гаишниками ГИБДДшниками Которые Мне кажется, могли бы внести Достаточно большой вклад В уменьшение пробок И всего остального А сейчас они занимаются только тем Что перекрывают дороги Для власти имущих Сидят в своих будках И по большому счету Человеками едут на аварии Которые сдерживают движение Извините, а чем они должны По вашему мнению заниматься? А мне кажется, вы знаете Я был как-то за границей И сидел в кафе В городе Вене И наблюдал следующую картину Была небольшая авария Буквально через Начали собираться машины Буквально через 2-3 минуты Приехал Видимо местный Сотрудник дорожной службы Ну точнее гаишник На мотороллере Значит, взял на себя Выключил светофор Взял на себя Управление движением Пробка буквально на глазах Рассосалась Тут же оформил аварию И буквально через 10 минут После аварии Она была, видимо, оформлена Машины разъехали с разной стороны И движение продолжилось В обычном режиме Да, то есть все оперативно Очень решается Это просто кто-то там Хорошо работает У нас плохо Ну, конечно, хорошо бы Чтобы у нас тоже хорошо работали То, что касается ГАИ И вообще полиции Наши Самый лучший способ Пойти по грузинскому варианту Всех распустить Нанять абсолютно новых Потому что я не верю В вообще возможность Реформирования Нынешней системы Которая Ну, то есть Это невозможно Перевоспитать этих людей Нужно просто набрать новых Потом новых опять уволить И вот уже Третья выборка Она будет хорошая В Грузии это сделали за несколько лет Я уверен, что Да, прецедент создан Действительно и работает Что в России это возможно Учитывая, что Грузия была Одна из самых там Коррумпированных Республик СНГ Вот А Что касается Вот возмущения По поводу там Перекрытия и всего остального Ну, я не вижу ничего страшного Это Работа И Мне попадались Вот я сам был в ДТП Когда оперативно Оформляли Причем даже Ну, то есть Есть хорошие и плохие случаи Ну, разные есть варианты Да Виталий спрашивает А на электронную Приемную Собянина Можно Да, да, да Это то же самое Работает, да Это то же самое Так же отвечает Добрый вечер Вы в эфире Алё Да Добрый день Как вас зовут? Роман Да, Роман Если можно Лаконично Пожалуйста Да, я просто скажу Что вот я Борюсь С этой системой Говорю Предыдущей Я пытаюсь Улучшить Мой город Если я вижу Подходя Машину Которая Препаркована Неправильно Я подхожу К гаишнику И пришу Его Отогнать Но дело в том Что я каждый день Стал без Безразличием Я каждый день Вижу Когда мне гаишня Говорит Ну, я подойду И что? И ничего А что он должен сделать? И что он подойдет? У него нет полномочий Взять и отогнаться Мы можем пройти И выставить штраф Если человек Через 5 минут Не уехал Второй штраф Штрафовать можно Только один раз в день По закону Можно только один раз в день Штрафовать И сейчас То, что с 1 числа Вступили закон Он, конечно Ситуацию Во-первых Больше полномочий Полицейской Потому что Практически За любое нарушение Можно эвакуировать Раньше это было нельзя Поэтому И штрафы стали больше Поэтому, я думаю Сотрудники полиции Теперь охотнее будут Это все дело штрафовать Не, ну и потом Господин Варламов Уже сказал То, что на его взгляд Надо разгонять эту контору Вот в том виде Как она есть Я имею в виду Качественный Личный состав И набирать новых И еще раз разгонять Это очень важно Потому что, да Это промывка Господа Спасибо вам огромное Спасибо за то Что вы делаете За городские проекты Здесь сейчас В реальном времени Были Илья Варламов И Максим Кац Успехов вам Ну и Максим Кац Сейчас пойдет Значит Кормить Господина Варламова Потому как Сегодня в эфире Он проиграл спор Я напомню, что Абсолютное большинство Слушателей Финам ФМ Реального времени Проголосовали За то Чтобы развивался Общественный транспорт В российской столице Всем спасибо Реальное время Финам ФМ Редактор субтитров А.Семкин